Добрый день, о проекте PhilTech. PhilTech – это проект, это инициатива Рыбаков Фонда, а я советник Рыбаков Фонда, поэтому я просто так рассказываю через одни руки. Рыбаков Фонд – это частный, я не знаю, знаете ли вы, нет, это не очень большой частный фонд, он не совсем благотворительный, он скорее инфраструктурный. И когда Игорь Рыбаков создавал фонд, он хотел внести вклад какой-то в фундаментальные какие-то основательные общественные процессы. И когда он думал о том, как направить фонд, как структурировать, куда сфокусировать свои усилия, он решил, что он сфокусируется на инфраструктуре. То есть Рыбаков Фонд и инициатива PhilTech работают, ну то есть это не всем благотворительной организациям, это организация, которая делает инструменты для благотворителей. Филтех, значит, что это такое? Когда мы думали о благотворительности, мы думали о том, какие вообще проекты существуют, как они типизируются. В какой-то момент мы заметили, что есть привычные отрасли, там, резютех, филтех – это технологии отраслевые. Есть набор технологий, которые работают для филанкрофии, для того, чтобы улучшать мир людей. Мы не нашли какого-то распространенного термина и начали называться это PhilTech, то есть технологии для филанкрофии. И когда мы формулируем миссию, это инициатива, мы говорим о том, что это технологии для тех, технологии, которые помогают людям, помогают другим людям. Значит, соответственно, идея инициативы PhilTech состоит в том, чтобы понять, как люди взаимодействуют, как люди помогают другим людям в тяжелых ситуациях или наоборот помогают развиваться. И сфокусироваться на создании инструментов, которые помогут сделать это взаимодействие легче и эффективнее. То есть, когда мы разбирались в том, как мы можем это делать, мы поняли, что все, в конечном счете, сводится к взаимодействию и коммуникации. Соответственно, на сегодня PhilTech мы рассматриваем как инструменты взаимодействия и коммуникации. И мы думаем о благотворительности, как о процессе, в результате которого люди уравниваются во возможностях. То есть мы больше думаем не о том, как человек попал в беду, мы больше думаем о том, как человек мог бы не делать этого, потому что в беду он часто попадает из-за того, что он не знал чего-то вовремя, там, не получил какую-то информацию. Поэтому PhilTech в первую очередь – это технологии, которые помогают людям иметь равный доступ к информации, иметь равный доступ к технологиям, к образованию. Сейчас PhilTech буквально последние два месяца переживал очень глубокую переработку. Мы переделывали миссию, и мы думали о том… Фонд работает около двух лет, и долго формулировал, что он делает. Сейчас у фонда есть два проекта. Один проект занимает… ну, два основных проекта. Один проект занимается сбором информации о некоммерческих организациях. Это открытая база данных о всех некоммерческих организациях. Эту базу могут пополнять любые люди, ее могут читать любые люди. И идея состоит в том, что когда люди взаимодействуют друг с другом в полиской лан-трофии, им так или иначе нужно знать о том, какие организации есть, чем они занимаются. И эта база называется «Покус МКО». Она собирает данные о тех организациях. Данные из разных источников и занимается проверкой достоверности информации. То есть сейчас базы существуют разные, но информации нет и очень мало, и на очень плохого качества. Второй большой проект на сегодня, он связан с технологиями и методиками наставничества. И это снова не организация, которая занимается наставничеством. Наставничеством это скорее организация, которая собирает опыт и структурирует его так, чтобы любой, кто хочет стать наставником, хочет внедрить наставничество организации, понимал, как это делать, пользуется ли он современными методиками, как это работает в других областях и так далее. Филтех — это… Сколько у меня времени? Ну, еще это минус 3 есть. Сюда. В филтех есть несколько принципов, о которых я хотел бы рассказать чуть подробнее. И на этом возможно остановиться. То есть первое, филтех — это абсолютно открытая инициатива. То есть мы рассказываем о всех проектах, которые мы делаем открыто, рассказываем, зачем они, рассказываем, как мы их делаем, рассказываем, как мы делаем филтех. И наша идея состоит в том, чтобы те проекты, которые мы делаем, можно было легко копировать в любом городе, в любой стране. То есть еще раз филтех создает технологии и способы. И описывает. То есть мы описываем для того, чтобы любой человек в своем городе мог понимать, как собирать информацию некоммерческой организации, как ей пользоваться или как бы там наставничеством и так далее. Сейчас мы запускаем довольно много новых проектов. О них можно поговорить попозже, если у нас останется время. Второе. Филтех как инициатива не занимается конкретной помощью. Филтех занимается разработками технологий и популяризацией мышления, того, что филанатропическая и благотворительная деятельность может быть технологичным. Часто оно воспринимается как ручной труд, как какая-то не очень эффективная штука. Есть распространенное мнение о том, что вот есть, например, бизнес, там все супер технологично, быстро, эффективно. А есть некоммерческие организации. Это все такое теплое, ламповое, сострадательное, но не очень эффективное. Мы считаем, что это, во-первых, неправильно, а во-вторых, уже не так. В-третьих, филтех – это не наш проект, это открытая инициатива. В этом смысле она абсолютно распределенная, абсолютно децентрализованная. То есть мы не делаем квотоконечный продукт, а мы скорее описываем принципы. Эти принципы в начале следующего года мы опубликуем в виде манифеста, следуя которому можно прописать частью филтех. То есть идея состоит в том, чтобы описать принципы, как в филантропии можно заниматься открытым, технологичным, современным способом, а затем распространить их так, чтобы люди в других городах и в других странах могли изучать эти принципы и тоже начинают думать таким образом. Я думаю… А, еще дам профил техокселераторов. Значит, несмотря на то, что мы не занимаемся конкретной помощью, занимаемся технологиями, мы все-таки считаем, что что-то важно делать своими руками. И в этом году в числе прочих активностей мы, как филтех, проводили совместный акселератор проектов, вместе с Высшей школой экономики. Идея была в том, чтобы как раз посмотреть, какие из социальных проектов сегодня стараются заниматься технологиями, рассказать им о том, как можно быть более технологичными, более современными, более масштабируемыми и поработать с ними над этим. А Вы пишете, например, там, вот по iPhone программы? Мы сами не делаем программы, мы сами описываем принципы. И наша задача скорее описать, как это делать технологично. У нас достаточно плотная программа на этот год. С начала января мы начнем публиковать наш план по раскрытию этой инициативы. Уже сейчас у нас есть несколько публичных групп, в которых можно прийти и пообщаться, в которых мы собираем опыт, именно опыт открытых технологий для филатропии, то есть способов делать хорошие вещи, ну, не просто хорошо, а делать их так, чтобы они легче копировались. Я думаю, это все. У нас сейчас немножко времени. Да, ясен, кажется, еще... Побудем в диалоге. Пару вопросов. Хотите вот так, как он помогает.